В преддверии 8 марта в Доме детского творчества состоялось любопытное мероприятие. Первый слет представителей советов бабушек муниципального района Печора. Самые активные бабушки учащихся школ города и района собрались, чтобы подвести итоги своей работы, поделиться опытом и разработать план дальнейших действий по воспитанию подрастающего поколения. На открытии слета умудренных опытом женщин выступили представители администрации города и кандидаты в депутаты. Там же прошла выставка произведений народно-прикладного творчества. Цель создания этих советов бабушек практически у всех одна. Это привлечь мудрое, более старшее поколение к воспитанию подрастающего. Отмен какой-то опытом. Дети ведь нас тоже могут многому научить и учат. Взять хотя бы ту же компьютерную грамоту. Дети у нас обладают ее совершенствами, можно сказать, а мы новички летом. После официальной части слета викторина об обычаях русских праздников. Бабушки, учителя и даже сами учащиеся играли в снежки, пели, водили хороводы и даже ходили стенка на стенку. ПЕСНЯ Они хотят передать детям все то, что они уже наработали в жизни. Опыт, мудрость. А моя цель передать традиции старинные, наши русские, которые умирают. Видно уже на глазах. А сейчас, видите, дети-то маленькие, они с каким удовольствием это все делают. А бабушки вспомнили свою молодость. Может быть, своих мамы, папы, бабушек, дедушек вспомнили. Первый совет бабушек образовался на базе Сынинской школы. На данный момент в его составе 8 бабушек и 14 внуков. Следующими эстафету приняли 4 печорские школы. Первая, третья, четвертая и десятая. Сегодня общественное формирование должно иметь статус общегородского. Об этом говорили представители слета на заседании круглого стола. Сегодня мы очень много потеряли в нравственном воспитании детей. И чтобы это восполнить, нам нужно объединить все усилия. А если мы еще при наших школах создадим вот такие советы, это будет замечательная сила. Потому что школа сегодня должна обязательно опираться на семью, а семья на школу. Без единения вот этих двух составляющих не может быть воспитания. В завершении после чая-паузы были подведены итоги работы советов бабушек и избран актив формирований. Бабушки выразили огромное желание проводить подобные мероприятия как можно чаще, с перспективой на дальнейшее сотрудничество.